добрый день друзья мои всех я вас категорически приветствую уголок доктора снова в эфире я вам напоминаю что это цикл лекций для студентов старших медицинских курсов но и для моих до молодых коллег врачей настоящих будущих не суть важно особенно для тех кто хочет стать выброс терапию нужно говоря кардиологии мы продолжаем разговаривать о бинфарте миокарда а я это ваш покорный слуга доктор медицинских наук профессора ствадсатриан армян веленович сегодня продолжаю рассказывать вам об инфаркте миокарда и сегодня фактически у нас да не фактически и практически у нас последняя часть этого большого цикла и она посвящена реабилитации реабилитации собственно ведение больного после выписки это тема сегодняшней нашей передачи что мы под этим понимаем первое функциональная оценка второе изменение образа жизни регулярные физические упражнения скажем изменение диеты и снижение веса прекращение курения и так далее об этом мы остановимся на я думаю достаточно подробно чуть ниже далее у нас тут лекарственные препараты это про обязательно продолжение терапии с применением антидрабоцитарных средств но здесь в ваш главным образом речь идет об аспирине ну за день не знаю какой был метод применен если там делали с ангиопластикой вазивисты со своей стороны кое-что даже назначить и бета-блокаторы ингибиторы назначаются но чуть ли не пожизненно и статины и статины ну а статиных много тут говорится но все-таки для длительной профилактики статины но я моя точка зрения не годится хотя в гайд-лайнах они еще присутствуют выполнение нагрузочной пробы в ранние сроки перед ну или сразу после инфаркта миокарда я вообще рекомендую его делать именно в день выписки не выписывать на второй день больного да ну я понимаю что значит различные экономические моменты но все-таки хотя бы на 7 10 день я считаю что правильно было вот этот подход где-то попасть поздних восьмидесятых советского союза да когда хорошие перенимали запада они они сейчас когда перенимают практически только плохое когда значит сократили время пребывания в стационаре до 1 максимум двух недель я считаю что это правильно где-то вот навесим не осложненный инфаркт на 10-12 день можно было провести и даже надо проводить нагрузочную пробу пробу если у вас не принято так то точно надо поставить больного домой потом он должен снова вернуться что он мало мало вероятная вещь но в любом случае мало реализуемая вернее вещь в любом случае есть выполнение нагрузочных проб в ранние сроки перед или сразу значит после выписки оказано значит больным которым значит не выполнялась карнография во время госпитализации которых не было отмечено высоких маркеров сердечной недостаточности высокого риска вернее да это сердечная недостаточность рецидивирующаяся на кардии разведе межжелудочкой так и кардии что говоря фибрилляции желудочков спустя 24 часа после перенесенного инфаркта миокарда все эти механические осложнения которых мы переговорили на предыдущий двух передачах на ритмические осложнения мы говорили я говорили о скажем появление новых шумов шумов то наверно шока и больным с фракцией выбросов значит более 40 процентов независимо того применяли они в эмбрионолитике или нет однако друзья мои значит я бы вот что рекомендовал если больной стабилизировался что сейчас отхожу от гайдлайнов если больной стабилизирован нагрузочную пробу проводить очень желательно если как-то что-то там затруднительное значит попытайтесь использовать вот такую мотивационную мотивационный момент это очень важная потом я тоже не буду говорить значит вот хотя бы прошагайте вместе больным по сначала то что по коридору но это второй третий день известная 6 минутная проба с ходьбой а вот затем когда вы значит выписываете больного за день вот с ним как бы невзначай пройдитесь по лестницам я вот так 234 этажа и поддержите руку на пульсе наблюдайте за ним если больной все это перенесет хорошо идеально это будет прекрасной мотивацией для будущего его изменения образа жизни на котором тоже будем говорить но если вы сомневаетесь что он эти четыре этажа проведет значит надо как-то понимать что при выписке надо все это объяснить что что прогнозе с крайне неблагоприятных если человек не может эти четыре этажа пройтись без того чтобы ему стало бы хуже значит значит дело ну о том что мы выписываем больного в никуда хотя и здесь тоже можно поработать это когда об этом будем говорить когда дай бог когда все пройдет нормально значит передачи сердечная недостаточность и вообще все эти данные у меня здесь ну более или менее конечно набраны вот в книге остройшими миокарда и сопутствующей патологии это директ медиа книжный вариант если не хотите книжный вариант то есть надо обращать искать директ медиа в интернете если не хотите книжный вариант электронный вариант я могу вам переслать никаких проблем занят такую за тысячу рубликов деньги идут на благотворительность но часть остается у нас но часть мы помогаем детям россии и армении ну да ладно итак нагрузочная проба очень желательно проводить дело в том что острое развитие самого заболевания остройшими миокарда инфаркта миокарда надо использовать для мотивации больного к изменению своего профили риска к изменению своего образа жизни оценка физического эмоционального состояния больного и обсуждение его с больным и не только с больным но очень важно это обсудить и с его женой очень важно чрезвычайно просто важно друзья мои ну почему говорю жена потому что под подавляю подавляющее большинство людей все-таки это мужчины понятное связь если ты женщина надо пообсудить с мужем ну или с другим родственником но желательно чтобы это была подруга жизни конечно это самый идеальный вариант ну ли с тем чем кем человек живет ну а если нет то дочь брат сестра и так далее это очень важно вот так вот оценка и физического эмоционального больного обсуждение вас больным с его родственникам с женой консультации по образу жизни снова скажу это курение диета условия работы отдыха физические нагрузки активный контроль над факторами риска может улучшить прогноз не то что может он обязательно его улучшит так вот при выписке больным должно быть рекомендовано продолжение правильно подобранных препаратов уже мы этих перечислили да блокеры чуть ли не пожизненно назначаются ингибиторы если нет каких-то противопоказаний для ингибиторов и бета-блокаторов но аспирин там уже посмотрите и кстати на тоже немножечко под вопросом но не об этом сегодня будет речь я бы хотел бы друзья мои заострить ваше внимание на вот реабилитации в классическом понимании этого слова надо понимать что больной возвращается надо вас вернуть его в строй не вернуть кто неправильной порочной жизни которая собственно и привела его в реанимационное отделение в палату блока интенсивной терапии инфарктное отделение и так далее чтобы он понимал что он должен заново переродиться поэтому не поленитесь друзьям и это ну не скажу что что-то в топ на первом что на втором месте но это означает что вы разъяснили хотя бы попытайтесь разъяснить больному что он должен как бы переродиться что господь вот показал ему желтую карточку видеть такое предупреждение до последнее предупреждение перед красный да но в случае инфаркта миокарда это черная карточка да уже получается что вот это предупреждение что надо знать что господь вам спас жизнь многие чуть ли не половина больных намного моложе вас умирают в первые часы так и не приходя в себя да вам дал господь шанс значит надо этим шансом воспользоваться надо больного правильно мотивировать и вот здесь много уделяется вам мои дорогие коллеги во-первых надо объяснить что любовь смысл жизни что здоровье не самоценно как таком а как таковое что нам здоровье нужно для того чтобы мы были бы значит нужны тем людям которых мы любим это важнейшая вещь просто человек должен понимать почему он должен изменить свой образ жизни а годами мне наплевать это курил пил и буду продолжать но есть такие люди тоже но с ваше искусство будет состоять в том чтобы объяснить больному что все хватит вы знаете что инфаркт никогда не останавливается это все тот же континуум один инфаркт второй инфаркт фатальный инфаркт то же самое касается инсультов все это касается всех вот с этой цепочки это болезньского синдрома атеросклероза что стенокардию инсультов и прочее сейчас я не буду к этому возвращаться это объяснить и больной должен осознавать осознать все все свое состояние нездоровья с другой стороны надо попадать в другую крайность надо говорить что больной инвалид никоим образом то есть если у него своя любимая работа наше дело вернуть его в любимую работу мы ясно что человек был шахтер то значит он этим делом заниматься не может понятно если это был скажем летчик понятно что значит да и по большому счету водители больших автотранспортов тоже не должны возвращаться к этой работе что-то рискованная работа тяжелый очень тяжелые физические нагрузки тоже конечно не показаны это все понятно но больной возвращается в строй он не должен быть инвалидом это ваша задача поэтому надо с ним как-то обговорить очень хорошо снова скажу это все обговорить и с его супругой и вот значит как мы будем двигаться как мы будем объяснять что стоит на первом плане на первом плане друзьям и стоит физическая активность поддержание физической формы это те знаменитый значит 10000 шагов в день которые наверное вы слышали ну в идеале это 15000 шагов на 10000 шагов это такое средний хороший очень хороший показатель теперь если никогда своей жизни больной не ходил эти 10000 шагов понятно не надо начинать с этого тем более после инфаркта миокарда здесь мы пользуемся золотым правилом тише едешь дальше будешь и вот так как вы уже прошли четыре этажа значит больным по этажам значит вы видите что в принципе 20 минут нормальной ходьбы тихим ходом очень все хорошо все нормально за замечательно не волнуйтесь и мы продолжайте в том же духе но постепенно постепенно каждый день скажем увеличивая по минуте если скажем трудно этот шагомер иметь под рукой то увеличиваете вашу физическую нагрузку ежедневно скажем на минуту и очень здорово будет что если вы будете прогуливаться рядом с вашей супругой ну или супруг жена с мужем чтобы обоим это значит показано да это и успокаивает и так далее и так далее почему так необходимы нам физические нагрузки друзья мои значит я приводил пример еще раз привожу пример сейчас уже и по женщинам пришло исследование очень интересное там у женщин 7000 шагов и о чем говорят вот эти последние большие очень крупные наблюдения что чем больше человека очень вот эта физическая нагрузка значит это тем показателей здоровья и причем что самое интересное общая выживаемость значительно улучшается значительно улучшается скажем вот это исследование очень крупное даже крупный крупнее чем фраменгемское исследование которое показало что 10 тысяч шагов в день очень длительные перспективы там 7-10 лет нам давало снижение общей смертности от сер заболеваний где-то приблизительно на половину а 15 тысяч шагов аж на 62 процента друзья мои надо понимать мои коллеги что никакого метода лечения в медицине не существует самого даже дорогостоящего который может дать вам такие фантастические результаты 40 процентов дать не могут тут я не говоря 62 процентом что улучшение выше 62 процента и улучшение до вот 62 процентом улучшение выживаемости в течение чуть ли не 10 лет но это сказочный сказочный эффект поэтому если значит есть такая возможность и она должна быть это возможность надо все это разъяснить причем касается общей смертности не только от инфаркта миокарда не только скажем от инсульта общая причина смертности кстати до конца нам не понятно почему так хорошо влияет физическая активность ну там есть различные предположения сейчас не об этом будет речь но реабилит значит в плане реабилитации это стоит на самом-самом-самом-самом главном месте даже можно простить больному не совсем хорошо значит его режим касательно того что комплайнс приема препаратов но все мы люди все мы человеке мы прекрасно знаем что если в стране штатах америки через шесть месяцев практически никто не принимает препараты практически никто это самый такой законопослушной стране то понятно у нас в постсоветском пространстве это вообще там через месяц большой вопрос кто там еще будет принимать препараты но многое простится если больной будет соблюдать правильный физический режим но здесь снова скажу тише едешь дальше будешь постепенно постепенно очень постепенно очень медленно увеличивая физическую нагрузку ежедневно другой момент он в принципе входит в понятие значит физической нагрузки он касается любви интимных отношений этот вопрос очень нервирует и очень значит смущает больного особенный что родственницу потому что нужно жену да потому что она женщина найти всегда перестраховщики да лучше перестраховаться чем недостраховаться гай нет 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 не надо не надо там ничего у тебя был инфаркт такие вещи не делайте не пряду не программируйте вашего мужа значит если ваш больной то есть если ваш муж смог подняться на четыре этажа после инфаркта миокарда и у него не произошло никаких проблем значит как в плане значит но врач не заметил но это вас касается да вы дожди проект найти это прогнуть нагрузку пройти вместе с ним здесь четыре этажа человек поднялся у него не было выраженной такой тяжелее тяжелый тарикардис выше 120 ударов в минуту не подскочила артериальное давление да там выше 170 скажем 160 170 не было тяжелой одышки не было значит болей в области сердца интимная близость показано понятно что тут значит не надо показывать все возможные позиции камас утра понятно не надо это все делать да но регулярно интимная близость как раз очень и очень показана лучше лучший метод физической нагрузки то есть если есть желание значит желание не может проснуться значит в больном теле если это желание просыпается значит организм довольно довольно здорово восстанавливается но здесь надо это превращать в спорт то есть пусть значит это будет такой ну понимаете да пусть женат что называется поработает главным образом вот этот ежедневный регулируем и ежедневно вот такое дайте тише и опять же по правилу тише едешь дальше будешь во первых очень здорово здорово влияет больной вы знаете доктор мне казалось что все уже да и такие радостные приходят а жена говорит нет 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 надо объяснить и жене на что да если поднялись на четвертый этаж никаких проблем не произошло можно пожалуйста никаких проблем в этом нет как раз нужно и вам нужно кстати и мужу нужно и миру в семье это нужно да и чтобы потому что нормальная атмосфера в доме нормальная атмосфера в доме это главным образом и вот эти нормальные интимные отношения но если нет этих интимных отношений хорошего мало но теперь ничего но желательно чтобы они были опять же без никаких рекордов рекордов опять же тише едешь дальше будешь что у нас стоит на втором месте хотя бы я честно говоря я бы поставил оба эти на значит на два пункта это отказ от курения значит но не только курение конечно и злоупотребление алкоголем если ваш больной после выписки из стационара придерживается назначенного вами лечения регулярные физические нагрузки да и отказался от курения но за этого больного вы можете быть ну практически спокойными то есть он вы выполнили свою задачу во первых спасли ему жизнь от инфаркта миокарда и поставили на путь истиной если вы занимаете скажем только там врачи поликлиники да вот это все объяснить и разъяснить и обязательно курение почему так опасно ну друзья мои нет другого фактора риска более опасного чем курение сейчас им нужно проводить приводе не буду приводить мин тысячи исследований но с другой стороны так как мы сегодня говорим о реабилитации я привожу приведу другие данные опять же другого интересного исследования относительно недавно было опубликовано что несмотря на длительный стаж курения через два года после того как хит-смокинг когда человек бросил курить через два года значит его показатели здоровья возвращаются приравниваются вернее чем показателем здоровья которые есть у людей которые никогда своей жизни не курили то есть фактически через два года все красавчик то что вы часто будете слушать армия считал то что он не мне вам доктор я курил там 14 лет сейчас уже поздно бросать курить друзьям и бросать курить как и влюбляться никогда не поздно никогда не поздно если ваш больной продолжает курить вы считаете объясните ему что рано или поздно снова окажется на больничной койке еще большой вопрос на больничной койке он откажется или в гробу это надо четко и очень хорошо объяснить как самому больному так и его супруги вот тут значит такое гестаповское отношение к сигаретам со стороны супруги очень хорошо следующий момент который очень тоже смущает значит да и договорю чтобы тоже было бы понятно значит когда мы говорим курение имеется ввиду все виды курения все виды курения все без 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 исключения там первичная вторичная третичная активная пассивная электронные сигареты вейпы обычные папиросы сигары все бросить курить надо бросили курить и . это касается и всякой всех видов дури в том числе да сейчас к сожалению это дурь тоже появилась этот амфетамины кокаины все это как под категорический запрет категорический не обсуждается что касается алкоголя друзьям а алкоголь я вот тут я понимаю жены сейчас начнут на меня наезжать нас друзья мои алкоголь это лекарство я рассказывал что снова расскажу что одно из самых сильных впечатлений мы начала 90 когда только-только в мире начали делать стенты я работал в клинике покойного профессора пели который первый восемьдесят шестом году установил стенд человеку вот как раз на 90 когда там был это было первое время когда делали стентирование мне так повезло я был в этой клинике сам да учат учился в этой клинике а потом и работал где проводилась эти первые ты первые стентирование на людях и вот я помню что была медсестра которая отвечала за то чтобы значит бедные больные с инфарктом миокарда выпивали вино что время но там понятно больницы во франции это госпиталь до опитали но госпитал от слова да то есть бесплатные больницы ну бесплатные для кармана больного понятно так вот относительно бесплатные но в любом случае страховая медицина там было то это франция той эпохи франции сейчас это две две разные страны и вот сестра стояла что чтобы следила чтобы вот за этой едой который дается больным со шлангами там да с катетерами лежит с электрода там что-то бикает и он кушает это стоит вино это вино пойло в жуткое пойло дешевое вино этот больной выпивала наташка чуть ли не какую-то сестра такая ссс когда такая вот подтянута выпивайте это вино он бедный выпивал какие-то кислятину да почему это так это очень важно это чрезвычайно важно друзья мои потому что есть много примеров и в принципе это введено и в гайдлайне хотя как-то все время хотят вывести это из гайдлайна но мы знаем что прием алкоголя в умеренном дозах очень полезен очень полезен для больных как первичная таки вторичная профилактика в том числе и при ишемической болезни сердца в том числе и после инфарктном периоде другое дело что не надо злоупотреблять алкоголем а злоупотребление означает что вы что вы переходите так называемую токсическую дозу то есть одна рюмка скажем крепкого алкогольного напитка в день там водка да и там виски во время еды да пожалуйста но не три рюмки или там бокал хорошего вина сухого вина но не два-три бокала и там немножечко пива можно да пожалуйста успеет пусть пьют жены значит не надо на меня сердиться это вообще принятая практика есть два но в этом значит первое но если вы никогда не пили вас не любите пить то и не надо пить это объяснить надо больному следующий момент значит если вы не можете остановиться на одной рюмке да такие люди есть я понимаю что они должны обязательно опустошить всю бутылку тогда категорически пить нельзя а так умеренное потребление алкоголя очень здорово влияет на все параметры здоровья более того более чем уверенно то что ну все карты мы не можем раскрывать да но повлияет на все и все 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 параметры здоровья так что никаких проблем переходим от водки к воде вода а вот вода нужно воду надо пить и вот здесь проблема нашего времени друзьям и надо объяснить как правильно пить воду ну вы скажете господи иисусе что значит как правильно пить воду взял воду и пьешь нет тем более после инфаркта миокарда это нужно или пара профилактики до повторных рецидивов да и вообще для показателей здоровья нужно как мы это дело делаем объясняете больному значит ну режим для режиме дня скажем чуточку позже значит перед каждым основным приемом пищи надо выпивать за 15-20 минут стакан воды нормальной воды но более менее чисто если не доверяете вашему источнику воды то может пробить прокипяченая вода если нет это может быть бутилированная вода не суть важность один стакан минеральной воды или обычной воды уже сказали про кипяченой воды в общем доверенного вам источника снова скажу если не доверяете воде очень может быть 90 процентов планеты не имеют доступа очень качественной воде это может быть и бутилированная вода это может быть просто прокипяченая поставили на этом точку что я устал отвечать на этот вопрос так Так вот, стакан, ну что значит теплая, комнатная температура, за 15-20 минут, то есть, скажем, это у вас завтрак, вы выпили, через 15-20 минут отдохните, так называемая водяная пауза, отдохните после этого и позавтракайте. Какой будет завтрак, скажем, чуточку ниже, да? Значит, вы завтракаете, объясняете вашему больному, вы завтракаете, не поленитесь, все это надо объяснять вашему больному. А вот, значит, во время завтрака пьете кофе, чай, это, пожалуйста, никаких проблем, а вот после приема пищи, в течение часа, ну, максимум полтора, там говорят и больше, нет, ну, не надо, да? Через час после этого, час-полтора, уже воду пить можно. А вот правило водяной паузы, то есть, во время еды, чай это не касается, ну, или кофе не касается, значит, и час после приема пищи, основного приема пищи, воду пить нельзя. Через час-полтора пейте воды, воду, сколько хотите, если, конечно, нет категорического запрета со стороны лечащего врача. Да, пожалуйста, пейте, пожалуйста, никаких проблем там нет. Ну, вот это знаменитое правило полтора-два литра воды в течение дня, суток, особенно если жарко, ну, тут надо добавить, когда жарко, когда холодно, можно чуточку убавить, или там увеличить это количество за счет чаев без сахара, пожалуйста, воду пить надо, друзья мои. Мы на 80% состоим из воды, и вот это изменение электролитного баланса, о котором мы так много говорили во время предыдущих наших лекций, которые настолько опасны в плане возникновения аритмии и других проблем, что восполняйте с помощью воды. Ладно, это мы с вами уяснили. Что же касается собственного питания, здесь надо поставить, расставить правильные акценты, друзья мои. Понятно, что многое зависит от широтности, то есть чем севернее, тем количество жиров в пище, да-да, не удивляйтесь, должно быть больше. Чем южнее, тем жиры уменьшаются. Но если мы возьмем процентное соотношение еды, то белки и жиры составляют 25-25%, остальные 50% углеводов. Об углеводах скажу я чуть точку ниже. Теперь белки и жиры. Когда мы говорим белки и жиры, мы понимаем полноценные белки, то есть это и полноценные жиры, то есть что такое полноценные. То есть мы имеем в виду, что белки состоят из аминокислот, друзья мои. Надо иметь весь набор незаменимых аминокислот. Незаменимые аминокислоты, у нас 12 всего обычных аминокислот и 8 незаменимых. Что означает незаменимые? Это означает, что эти незаменимые аминокислоты мы можем получить практически исключительно, практически исключительно с животной пищей. Поэтому эти все сказания глубины времен, типа что холестерин и прочее, оставьте эти сказки в стороне. Холестерин крайне необходимый для нас элемент, он должен быть. И кстати, он синтезирует, мы получаем этот холестерин не столько с пищей, сколько он синтезируется у нас с печени. Поэтому потребление этого холестерина большого значения не имеет. Качественные белки и качественные жиры, то есть животные жиры и растительные белки и жиры нам необходимы. Полноценные какие-то полноценные белки и жиры, идеальный белок, идеальный жир это молоко, это яйца. То есть молочка вся и яйца. Дальше идет уже мясо, дальше идет уже и растительные белки, это чечевица и прочее. Ну и жиры, а полно жиры с белками идут рука об руку. Чего же надо остерегаться, значит вы скажете, вся эта история, надо остерегаться так называемых переработанных жиров, трансжиров. Вот эти, поверьте, вот эта бутылка растительного масла в пластмассе, то что продается, да, она намного более опасна, чем кусочек хорошего сала. Это все тоже научные данные, ничего такого нет. Рыба, рыбий жир, прекрасно, да, это уже хорошо, что уже больше не говорится об этих, что это БАДы, 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 да, нормальная вещь, БАДы тоже хорошая вещь, все зависит от производителя. Тоже все БАДы приветствуются, если они качественные, да, но это как дополнение к терапии, если, конечно, врач не возражает. Но полноценные белки и полноценные жиры нам крайне необходимы, крайне необходимы. Не надо отказывать себе в яйце, там, скажем, в омлете каком-нибудь, в куске хорошего мяса. Главное, чтобы мясо было бы хорошее, а это не был бы какой-то переработанный полуфабрикат, уже не говорю о фастфудах. Фастфуды, это уже вообще никак. Что касается вот остальной половины, это углеводы. Вот углеводы углеводом рознь. Значит, если у вас нет сахарного диабета, а если есть, надо работать с эндокринологом, то помните, что лучше, вообще, даже если есть и даже если его нет, неважно, надо остерегаться так называемых очень быстрых, быстрых углеводов. Речь не идет о фруктах, потому что в фруктах тоже есть свои быстрые углеводы. Речь идет, конечно, главным образом о токсюкозе, о сахарозе. Поэтому скажите нет, просто скажите нет, как сказали нет наркотикам, как сказали нет сигаретам, как сказали нет злого употреблению, злого употреблению алкоголя, так и надо сказать категорически нет сахару, сахару, песку. Сахар, сахар, белый сахар. Сахар, сахарный песок. Скажите нет также белой муки и всей продукции из белой муки, друзья мои, всей полностью. То есть, добы, макароны, кондитерские изделия, бакалейные изделия и изделия из крахмала. А что такое крахмал? Это наша любимая картошечка. Ну, увы, картошечку нельзя. И вот эти дешевые колбасы, сосиски, которые дешевле мяса. То, что дешевле мяса, это не еда. Что касается колбас, шаркютери, то, что называется. Потому что там подавляющая часть, кроме всякой непонятной продуктов, химической промышленности, еще очень много крахмала. Крахмал очень дешевый, его пекают туда, поэтому это не надо. Если хорошая ветчина или очень качественные колбасные изделия, дорогие. Ну, пожалуйста. Но не быстрые рафинированные углеводы. Если у вас нет сахарного диабета, ну, нет у вас сахарного диабета, нормально все уйдет, то, и вы не страдаете ожирением, да, то можно позволить себе исключение из правила, да, какой-нибудь такой десертик. Ну, исключение-то, конечно, из правила. Как третье. Не основная пища, а как третье. Это касается и фруктов. Вот как третье фрукты или вот этот какой-нибудь сладкий десерт на третье. Ну, можно, так скажем. Следующий момент у нас, это, друзья мои, здоровье нашего кишечника. Дисбактериоз, то есть, да, борьба с дисбактериозом. То есть, не надо, знаете, заморачивать себе голову, есть у вас дисбактериоз, нет у вас дисбактериоз. То есть, если вы житель города, то 99% это дисбактериоз кишечника, дисбактериоз кишечника есть. Почему так необходимо заботиться о здоровье кишечника, друзья мои? По некоторым, по нескольким причинам. Значит, во-первых, это уже практически доказанная вещь, что, значит, толстый кишечник, ну, главный орган иммунитета взрослого человека. Ибо после 14-15 лет, когда идет инволюция тимуса вилочковой железы, значит, берет на себя функцию, значит, орган иммунитета, толстый кишечник. А толстое функционирование толстого кишечника без нормальной микрофлоры, микробиоты невозможно. Невозможно. Поэтому, значит, режим дня, о котором чуточку ниже мы скажем, и правильная еда, о которой же мы сказали, белки и жиры, и правильные углеводы, это способствует, конечно, здоровью кишечника, но для кишечника, там, так как живут, значит, на микрофлорах существуют, там же бифиды, лактубактерии, другие бактерии, им нужно питание. То есть, нужны и пробиотики, и пробиотики. Что же нужно делать для этого, что если ближе к вечернему времени, нам стараться есть клетчатку. Воду растворимую, нерастворимую, не столь принципиально. Что такое клетчатка, друзья мои? Ну, то, что растет. Ну, целлюлоза фактически, да, не фактически, это целлюлоза. Во-первых, на целлюлозах хорошо идет желчь, а мы знаем, что на эту всю клетчатку очень хорошо выделяется желчь. Желчь – это холестерин. Значит, жирорастворимые токсины, все выходят в огромном количестве на клетчатку, на все трудноперевариваемое. Да, вот это все, это волокна, fibers, вот эти фибры, да, вот волокна. Это у нас зелень, поставщик клетчатки, да, чем лучше сурую зелень есть. Это фрукты, волокнистые овощи, да, в общем, все фрукты и овощи. Каши, кстати, здорово пойдут, но тут надо, чтобы каши не сильно не переваривать, да. Я вообще рекомендую, вы знаете, правила его биотического ужина, перед сном, значит, брать стакан какого-нибудь кисломолочного продукта, мацун, мацония, неважно, там, айран, не знаю, как, ряженка, ряженка, кефир, да, туда добавляете одну ложечку, там. Ну, начинайте постепенно, чайную ложечку, значит, если никогда не потребляли клетчатки, каких-нибудь отрубей, можно и геркулес, кстати, размешать это все, пусть попреет немного, минут 20 и перед сном поесть. Ну, чтобы была бы нормальная работа кишечника. Знаете, что вот эта еда не для вас, а вот это то, что с фрукты, овощи, там, хотя тоже очень полезно, да, это нужно для кишечника, зелени особенно, и старайтесь вот это есть. Знаете, что это не столько для вас, сколько для, в общем, кишечника, а здоровый кишечник – это здоровье. То есть, фактически, смотрите, мы работаем на все органы выделения, то есть, почки – это вода, почки работают с водой, если у вас нормально работают почки, то есть, будет нормальная работа артериального давления. Это печень и желчный пузырь, белки и жиры, и клетчаткой выходит огромное количество желчи, так и должно быть, пусть она выходит, и кишечник. Кишечник – это режим меня и очень правильное питание плюс клетчатка. Вот на всем этом, то есть, то, что выделяется, водорастворимые токсины пошли с водой, с мочой, да, то есть, жирорастворимые пошли с белками, жирами и с клетчаткой. Прекрасно все. И прекрасно вы получаете результат. И запоров не будет, подъемов артериального давления не будет, не будет скачков сахара и прочее, и прочее, и прочее. Всего этого про дисбактериоз перечислять не буду. У меня была передача на эту тему. Можете перейти по этой ссылочке, посмотрите десятки функций нормальной флоры кишечника. Вот, наконец-таки, мы дошли до того, что надо было сказать. Это режим дня, друзья мои. Режим дня надо соблюдать неукоснительно. Помните, в советское время режим дня, как много уделялось времени режиму дня. Также это очень и очень необходимо, друзья мои. Режим дня – основа всех основ. Прошу вас режим дня соблюдать неукоснительно. Завтрак, обед, ужин. Кушать каждые 4 часа перед каждым приемом пищи. Помним уже, за 15-20 минут стакан воды, потом воду пить нельзя. Ну и так далее, сейчас все перечислять нельзя, не буду, значит, режим дня, режим работы, режим физической активности, режим прогулок, режим интимной близости, если хотите. То есть, жить надо по распорядку. Ну, понятно, что, значит, чтобы не окончательно превращаться в механистическую какую-нибудь вещь, чтобы не превращаться в машину, ну, может, делать какие-то исключения из правил, но они должны быть исключениями, а не ежедневной доброй традиции. Ну, скажем, в субботу, воскресенье, там можно позволить себе что-то другое. Но режим дня неукоснительно. Почему это так необходимо? Потому что это режим дня, то есть, это формирование привычек. А привычка – это рефлексы. То есть, скажем, к еде готовится организм наилучшим образом. Помните собачек Павлова, да? Помните физиологию? Помните, да, наверное? Студенческие годы, друзья мои, тоже очень необходимо, это все нужно объяснить. Там зажигали свет или там колокольчик играл, и у собаки выходило выделение желез, слюна вырабатывалась, и еда перерабатывается очень хорошо. То же самое у нас. Когда мы живем по графику, наш внутренний циркадный режим работает наилучшим образом. Наилучшим образом, наилучшим образом, друзья мои, это надо помнить и не забывать об этом, что режим дня нам очень-очень-очень-очень важен. Отсюда и последнее, наверное, правило касается отдыха и сна. Полноценный отдых, полноценный сон. Понятно, но тоже надо объяснить этому больному, что в течение суток нам нужно где-то 8 часов сна. Некоторые даже говорят и больше, особенно после болезни. То есть надо сказать, что вот тот же режим дня, который вы соблюдаете, касается он также и режима отдыха. Отдыха – это очень важно. Сон – это время, когда залечиваются все раны. Ну, все раны. Переживаются все переживания. Этот сон нам позволяет пережить реальность. Все сновидения в том числе. И там есть очень много чего, которое нам нужно во время... Ну, это и контринсулярные гормоны, и там все там нормализация артериального давления. Поэтому ложиться спать до полуночи и постараться набрать эти 8 часов. Если по 8 часов в течение ночи не получается, всякое может быть, то этот недостающий часок, может быть, чуточку больше, может быть, чуточку меньше, можно нагнать и днем. Ну, знаменитое съесто, то есть после, скажем, обеденный отдых. Очень хорошая вещь. Кровь отливает от мозга, идет в желудок, там лишь переваривание, начинается переваривание, вернее, продолжается переваривание. Наберите этот часок и после обеденный отдых, вот съесто. Помните, в советское время мертвый час был? Тихий час, мертвый час, уж не помню. Ну, прекрасно. Пожалуйста, никаких проблем и уделите этому внимание. Отдых очень важен, очень, чрезвычайно. Сейчас не буду ссылаться на все научные исследования, которые показывают также продолжительность жизни, показатели здоровья, насколько они напрямую... Особенно у мужчин, особенно у мужчин, насколько они зависят, да и мужское здоровье, насколько оно зависит от нашего полноценного отдыха или сна. И сна. Ну, подошло к концу. Да, все уже, мы заканчиваем этот цикл, слава тебе, Господи, посвященный инфаркту миокарда. Я вам раскрою скобки, о чем я говорил, хотел сказать, что это весь цикл этих лекций, все семь лекций по инфаркту миокарда я посвятил памяти своего покойного отца. Академик Адамяна... Ой, простите, простите, простите. Академик Аства Цатриана Армена... Ну, я Армена, папа Вилен. Аства Цатриана Вилена Арменовича, Академик Адамян, мой второй отец, так скажем, да, мой учитель. Он еще жив, слава тебе, Господи, долгие годы ему жизни. А вот папа мой скончался, академик. Профессор Аства Цатриана Вилена Арменович, основоположник педиатрической службы в Армении. Ну, вообще, вся история с периодической болезнью, многое другое, в общем, госпитальной педиатрии. Академик медицинских наук, кстати, Советского Союза. Папа Джан, спи спокойно, царствуй тебе небесное, и мои родители умерли в один год. Вот это весь цикл передач посвящен его светлой памяти. Так что всем пользуйтесь, и когда читаете, вспоминайте моего отца. В заключение хочу сказать, что вот, друзья мои, снова скажу, что все, что я прочитал, там еще будут лекции наши, они все, ну, в той или иной степени, как я их скомпоновал. Это острая ишемия миокарда и сопутствующие патологии. Вот видите, директ-медиа, можете поискать в интернете, снова скажу, значит, это директ-медиа. Заказать книжный вариант, а если нужен электронный вариант, диджитал вариант, обращайтесь ко мне, я вам перешлю электронную версию, напишите просто ваш адрес. Да, электронный адрес я перешлю за символическую плату 1000 рублей, это часть этих денег идет на благотворительность. Здесь детям помогаем, Армении, России, ну, а часть остается на фонд поддержки Уголка доктора. Кстати, продолжая вот эту тему, друзья мои, благодарю за ваши лайки, за ваши комментарии, но не забывайте нас поддерживать не только морально, что очень здорово, очень правильно, но и материально. Потому что без вашей материальной помощи канал, ну, закроется, ну, здесь тупо просто закроется. И не будет больше этих лекций, если это вас устраивает, пожалуйста. А я уверен, что вы сделаете эти пожертвования, более чем уверен, и перед тем, как сделать эти пожертвования, да, как сделать эти пожертвования, найдите в описании к этому ролику в Ютубе, значит, все эти варианты реквизита. Там первая опция, это система Яндекс, она очень удобная, вы кликаете на Яндекс, и он вас переводит, это линк, да, этот линк вас переводит на страничку Юмани, Яндекс, это российская система, где бы вы ни находились на земле, и делаете такой вид оплаты, такой способ оплаты, который вам наиболее удобен, там, Сбербанк и прочее, что хотите. Другой вариант, это Мастеркард, опять же, российская система, или Юмани, другая система, это бывший Яндекс кошелек. Ну, а если ни то, ни другое вас не устраивает, хотите, там, я не знаю, по-другому как-то делать, там, PayPal у вас, допустим, да, то перейдите. Напрямую PayPal не получится, но можно сделать опосредованно, можете перейти на мой канал, основной канал в Ютубе «Уголок доктора», не «Уголок доктора лекции», а просто «Уголок доктора». Значит, на основной канал перейдите, кстати, можете подписаться, найдите там на основном аккаунте, да, в опциях «Спонсорство», и вы нажмете на это «Спонсорство», и выберите тот вид, опцию «Спонсорство», которая вам по карману. Самый дешевый, там бронзовый уровень, вообще там копейки, 49 рублей, ну, и можно выбрать вплоть до платинового. Там есть свои преимущества, прерогативы для тех, кто золотого платинового спонсора, есть свои преимущества. Ну, вот и все, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем наш цикл передач, дальше опять будут лекции, конечно, и мы с вами продолжим, дай Бог, с Божьей помощью, все будет хорошо. До новых встреч, помните, что любовь, как мы поняли, лечит все болезни, здоровье вам, умение лечить ваших близких, да и ваших больных, ну, и да пребудет с вами здоровье, все у вас получится, с Богом, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok